У нас сейчас будет круглый стол, посвященный как раз использованию цифровых технологий в химии. Название у нас учит, ну там, разная смесь. И один из докладов у нас будет сегодня как раз посвящен практике использования графикации искусственного интеллекта нейросетей уже в химическом образовании. И на самом деле у меня слов будет достаточно мало. Я бы хотел сегодня вот услышать наших коллег, которые у нас будут выступать. У них будут очень разные темы. Виртуальная реальность будет использование просто 3D графики для анализа знаний и будет нейросети и игровые технологии. Я бы хотел услышать от каждого. Ну да, я понимаю, что у нас сейчас большой, очень интересная ситуация у нас сейчас есть. С одной стороны, у нас государственные образовательные стандарты. Есть определенное давление на учителей для реализации программ. Мы слышим и читаем в нашем чате предложение о том, что нужно создать один единственный учебник для всех учителей, например, химии. Хотя стандарт вроде как наоборот дает определенную свободу. Поэтому вот есть это давление. С другой стороны, это колоссальные возможности, которые предоставляют современные технологии. И с этими возможностями, с этими технологиями на самом деле очень дружат наши учащиеся. Это касается и школьников, это касается и студентов. Они осваивают это очень быстро, по-своему, в своих собственных интересах. Они прекрасно между собой общаются. Они фактически там уже живут. Чего нельзя сказать о многих преподавателях. Я думаю, все со мной согласятся. И там как бы уже свой некий такой мир новый. Поэтому вот это тоже присутствует. И вот в связи с этим у меня будет вопрос, вот сейчас все выступят, да, каждый. И мне будет, хотелось бы услышать ответ в том числе на такой короткий вопрос. Хорошо, это все есть. Что делать? Ваша точка зрения, уважаемые коллеги. И первое я предоставляю слово нашей гости из Санкт-Петербурга. Так, Екатерине Порсаковой. Екатерина, вы с нами? Да, я здесь. Добрый день. Так, а почему я вас не вижу? А, это потому что я просто кнопочку не нажал. Я вижу. Да, прекрасно. Замечательно. Так, Екатерина, прошу вас. Екатерина Андреевна, аспирант, ассистент, преподаватель РГП у меня Герцена. У нее есть свой опыт использования этих новых технологий. Уже практический опыт. И я попрошу ее сделать презентацию, рассказать вам об этом. Прошу вас. Спасибо. Я сейчас запущу демонстрацию, да, все будет видно. Так, отлично. Все видно, все в порядке. Прекрасно. Добрый день, дорогие слушатели. Очень рада вас видеть, слышать и читать в чате. Я смотрю сообщения, поэтому пишите все вопросы, которые будут. И очень рада, что было такое фундаментальное выступление, где подробно рассказали, что такое нейросети и какие применения могут быть. А мое выступление более практическое. Я покажу, как мы использовали нейросети, как можно использовать нейросети. И главное, как пользоваться ими бесплатно. Я видела в чате, было много вопросов. Ой, платно? Все тяжело. На самом деле, я еще не заплатила ни одного рубля, ни одного доллара и так далее за нейросеть. Я нахожу способы, как их пользоваться и комбинировать их бесплатно. Есть некоторые полностью бесплатные, есть частично бесплатные. И про это я сегодня расскажу. Расскажу о практическом опыте своем и своих коллег, которые уже попробовали нейросети. И давайте с вами начнем. Нейросети. Что это? Для кого? Зачем? Что это? Вы уже знаете. Для кого? Для вас и для учеников. Здесь могут быть совершенно разные цели. От оптимизации своей работы до выстраивания каких-либо отношений с ребятами. То есть даже игры вне уроков, на уроках. И сейчас мы посмотрим все с вами подробненько на примерах. И мне очень радует, что вы в чате пишете, что вы уже попробовали, вам выдает нейросеть. И даже один пример будет очень схож с тем, который участники уже попробовали и запросили у нейросети. Первый же запрос, который я спросила нейросеть, покажи мне, учителя химии. И, по-моему, уже на каждом выступлении я показываю эту фотографию, потому что она меня впечатлила. У меня было такое чувство, что нейросеть буквально залезла ко мне в мозг и показала то, что я думаю. Это мудрый мужчина, который проводит химические эксперименты. У меня эта картинка вызывает чистое вдохновение. Но мы также можем увидеть, что картинка абсолютно нереальна. Посмотрите, как интересно разбилась колба, как вытекает из нее жидкость. То есть мы видим, что нейросеть может составить, но это не всегда истина в последней инстанции. И то, что я к чему призываю, это не ориентироваться на нейросеть, как, знаете, на... Вот она сказала так, значит так. То есть многие там запрашивают реакции, а там ответ совершенно неправильный. Нейросеть не равно истины. Нейросеть равно возможность, которую вы можете использовать. И все, что я сегодня покажу, это чистые ответы нейросети. Это не значит, что я так думаю, это не значит, что я так корректировала. Это значит, что нейросеть именно так ответила. Может, на прошлых выступлениях там тоже спрашивают, «А почему здесь написано так-то и так-то?» Я говорю, «Ну, это ведь отвечала не нейросеть, а не ученый». Поэтому к ответам надо подходить критически. И после вот этой картинки, которую мы запросили, сделался целый ряд изображений учителей. Меня он тоже очень вдохновил. Здесь учителя различных предметов. Одну из этих картин, кстати, сгенерировала моя коллега, которая прочитала про такую возможность вот этого биолога. По-моему, очень вдохновляющие кадры, которые можно так или иначе использовать в урок. И самое главное, все эти картинки генерируются абсолютно бесплатно. Время ожидания – порядка минуты. То есть вы записываете свой запрос, и бесплатно у вас будет изображение. Как генерировать такие изображения? В конце моего выступления будет гайд. Вы сможете его себе скачать и повторить все то же самое. Там полноценная инструкция, чтобы каждый учитель мог это попробовать. Потом я подумала, надо придумать какие-нибудь загадки. Вот у меня с загадками, шарадами сложно. Я попросила нейросеть придумать загадки, какие-то словосочетания про различные вещества. Конечно, вы можете здесь прочитать. И я пробовала разгадать, да, просила разгадать людей. Я знаю здесь ответы, но с загадочками еще тяжело. Тем не менее, я обнаружила, что если корректировать свой запрос, уточнять, 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 то можно добиться вполне себе интересных загадок. Но вот это вот мои первые попытки. Я прямо их поместила, потому что я думаю, что интересно посмотреть, что получается, когда ты еще ничего не тестировал, и вот сразу решил напиши мне о загадках. Вот две загадки. Одна из них, я считаю, не совсем корректна, но все же интересна. И другую нейросеть я попросила придумать иллюстрации к этим загадкам. То есть одна нейросеть сгенерировала загадку, а вторая нейросеть к этой загадке придумала иллюстрации, что тоже достаточно необычно. Мне кажется, до таких идей могут додуматься какие-то там экстравагантные художники, а не обычный учитель. Вряд ли вам придет в голову так вот что-то придумать. У меня лично сложность такой фантазии, а вот нейросеть может представить что угодно. Дальше. План урока. План урока, я смотрю, уже многие в чате попробовали и пишут про то, что попросили план урока по оксидам. Я смотрю, думаю, интересно как, ведь в моем выступлении как раз есть план урока по оксидам. Вот я попросила нейросеть, тоже бесплатно, написать план урока, причем запросы, кстати, и в той, и в другой нейросети, на русском языке, в чем плюс, нет никакого барьера с английским. То есть вы спокойно можете ввести свой запрос на русском языке, все вам ответят. И нейросеть составила план урока, причем очень детальный, с минутами, с примерами. И более того, я не просила нейросеть придумывать домашнее задание и говорить, как будет оцениваться наш урок. Но тем не менее нейросеть придумала домашнее задание, найти дополнительную информацию, и как мне оценить то, что будет делать учащийся. По-моему, это очень интересно, потому что это сможет сэкономить время, и с учетом того, что нейросети активно учатся, в дальнейшем мы сможем всякие документы заполнять с помощью нейросетей. Ну, хотя бы частично какой-то объем данных мы сможем переместить, переложить на плечи нейросети. Вот это изображение также спроектировано нейросетью. Здесь интересно, я попросила нейросеть отобразить, как ты представляешь себе урок. По-моему, это очень грустная картина, прям какой-то такой тяжелый, непростой урок, но бывают такие запросы депрессивные, скажем так, у нейросети. Дальше. Я подумала, а хорошо было бы придумать и задание к этому уроку. Вот у меня есть план, а теперь давайте сделаем задание с ребятами. Вот я попросила сгенерировать задание. Посмотрите, как интересно. Задание, тут присутствует формула, реакции. Реакция, кстати, верно написана. То есть это все тоже нейросеть придумала сама. И задания такие очень методичные. Напишите формулы и названия. Ну, здесь вот формулы, наверное, имеется в виду, что учитель либо продиктует, да, или как-то, то есть либо формула, либо название. То есть здесь, видите, надо корректировать после нейросети. Но здесь вот определить степень и кислые элементы в оксиде, по-моему, вполне себе нормальное задание, которое можно взять и использовать. А дальше мне очень понравилось, что есть задание с открытым ответом, и можно нейросеть просить, тебе нужны тестовые задания, или же тебе нужны задания с открытым ответом. То есть это тоже можно скорректировать в запросе. Это, кстати, мой второй запрос. Попросила нарисовать урок. Здесь мы явно видим на картинке некоторые проблемы с лицами. У нейросетей бывает так, что они достаточно плохо генерируют лица. Тоже вот прямо сегодня пробовала. Есть еще нейросети, где загружаешь какое-то изображение, как промпт, что такое промпт, как раз объяснили. И на основе этого изображения генерируется. Я загрузила свою фотографию и попросила нейросеть сгенерировать на основе моего изображения учителя будущего. Учитель, который будет в будущем преподавать химию. Результат меня удивил. Я считаю, что Китай, он лидирует и будет лидировать и в будущем. И когда я увидела, что он преобразовал мое изображение в изображение китаянки, я очень удивилась, потому что учитель будущего как раз был из Китая, сгенерированной нейросети. Здесь можно получить еще интересные результаты на основе собственных изображений. То есть не обязательно даже полностью просить нейросеть что-то сгенерировать. И вот, кстати, про вопросы с открытым ответом. Здесь достаточно много. Буквально за минуту сгенерировала нейросеть. Это нейросеть Notion. И здесь подробные такие вопросы, что такое кислотное основное амфотернооксиды, по-моему, очень такие доступные и понятные для учащихся. Их можно, например, распечатать сразу, разрезать и выдать. И возможно что-то подкорректировать на основе того, что нейросеть написала нам. Еще один интересный аспект использования нейросетей, как раз мы с коллегами обсуждали на курсе, который я провожу, это создание истории для стори-тейлинга, создание истории для каких-то материалов. Мы очень много говорим про то, что дети мало работают с текстом и мало работают с таблицей. То есть у них есть проблемы взаимодействия с этими форматами. И можно попросить нейросеть придумать историю. То есть здесь у меня запрос был такой. Придумай, пожалуйста, историю про девочку, которая увлекается химией и решила сделать свой собственный эксперимент. Вот так звучал мой запрос. Нейросеть назвала эту историю девочкой эксперимент. И вы видите, здесь очень интересная история про Марию, которая решила исследовать крахмал, какие она эксперименты сделала. И более того, после того, как нейросеть мне выдала этот текст, я попросила, можешь, пожалуйста, сгенерировать таблицу на основе тех данных, что получила Мария. И через пару секунд у меня была вот эта уже готовая таблица. То есть это не я делала, это нейросеть сама генерирует такие таблицы. Ну а потом я отправилась в другую нейросеть и попросила эту девочку Машу мне сгенерировать в виде изображения, которое экспериментирует. Только почему-то она здесь то ли с мукой экспериментирует, то ли с упаковкой молока. Но это вот первый результат. Я приверженна с того, чтобы показывать то, что сразу получается, а не после тысячи запросов, когда ты экспериментировал, и у тебя получилась идеальная картинка. Но все же история достаточно интересная. Вот буквально вчера обсуждали, как можно это использовать. И вы здесь можете прочитать достаточно грамотный, развернутый текст. Что мне нравится, этот текст можно также расширить. То есть можно попросить нейросеть увеличить текст, если текст вам кажется маленьким. И что меня очень порадовало, буквально за минуту до моего выступления коллега, который проходит наш курс, написала, говорит, вы знаете, я сегодня сделала целую речь для выдачи аттестатов школьникам с помощью этой нейросети. И ей очень понравилось, как генерируется речь. Естественно, она внесла какие-то свои корректировки, она сказала, что речь получилась очень душевной и очень красивой. То есть можно создавать и какие-то текстовые документы для вашей жизни. Дальше поехали. В конце концов, я нейросеть не выдержала и спросила, а кто же лучше объясняет, преподаватель или нейросеть, кто круче. И вот такое вот изображение мне выдала нейросеть. Но посмотрите, мне кажется, в нейросетях большой, расширенный, рядом где-то человек. Тут уже мысли для размышления. И самое, наверное, такое интересное с точки зрения образовательных целей, это то, как мы можем использовать это на уроке с учащимися. Конечно, ребята, они более активны, они пробуют стремительнее что-то новое, и попросить их сгенерировать что-то через нейросети, это очень простая задача, потому что они уже сами все попробовали, сами все знают. И меня ученик это спросил, вот я не понимаю, не очень понятно, что такое валентность. Я говорю, хорошо, давай тогда запросим чат GPT, я запрошу Notion, Canva, там разные нейросети, которые есть, и попробуем найти то определение, которое тебе понятно. Ученик очень ответственно подошел к этой задаче, и он просил нейросеть разными словами объяснять. Я ему тоже предложила свое объяснение, которое нейросеть сгенерировала. В итоге вот нейросеть, которая сгенерировала объяснение такими понятными словами, там через крепкие объятия, ему это определение не очень понравилось, ему больше понравилось более простое, но не слишком научное. И он выбрал для себя это определение простым, понятным, подходящим. И мы уже с точки зрения учителя можем скорректировать, если что, это определение, если вдруг нейросеть что-то неправильно сказала. И это очень удобно, потому что ученик, получается, сам находит объяснение для себя непонятных тем с помощью понятного языка. По-моему, это блестяще. Мы на этом не остановились и решили сделать иллюстрации к тому, что сгенерировала нейросеть. Вот эта нейросеть уже работает на английском языке. Я запросила, сделала запросы, ученик сделал запросы. Здесь у нас получаются вот такие вот изображения, вот это я получала. Здесь можно как раз с учениками обсудить, а почему то или иное нереально. То есть мы можем посмотреть на эти картинки и сказать, ну вот это вот как-то не подходит под определение. И с учениками развить дискуссию, почему эта картинка может быть иллюстрацией, а эта картинка совсем не подходит. Другая нейросеть, посмотрите, совсем не справилась с задачей, что-то совсем непонятное сгенерировало. А вот у ученика получили следующее изображение, то есть абсолютно фантастические молекулы. И здесь можно только рассуждать, да, а было реализовано то, что было написано в тексте. Но, тем не менее, это такие интересные творческие задания, которые можно дать ученику и с радостью насладиться ими. Плюс элемент геймификации, который мы можем использовать как на уроке, так и после урока в чатах. Вот здесь, например, в чате я отправила ребятам изображение, которое мне сгенерировало, опять же, нейросеть буквально за минуту. Я попросила нейросеть сгенерировать, что если бы химический элемент был бы человеком. Я думаю, вы видели похожие посты, их сейчас много в социальных сетях. И мне выдалось 6 картинок с различными элементами, и ребята пытались угадать, что есть что, что именно загадала нейросеть. И вышло довольно увлекательно, на мой взгляд. Тем более, такой жаркий спор образовался при наличии достаточно небольшого канала подписчиков, именно количество подписчиков на этом канале. Мне кажется, в классе тоже можно устроить соревнования, загадывая что-либо интересное. И в конце, естественно, я спросила, а заменит ли нейросеть преподавателя саму нейросеть? Это вопрос, который, наверное, волнует нас всех. Но ответила мне нет. Но мне кажется, это подбог. А сейчас я оставляю вам QR-кодик на подарок. Здесь вы найдете гайд с инструкциями, как пользоваться нейросетями, про которые я говорила, как пользоваться бесплатно. Маленькая такая ремарка по одной из нейросетей, которая текстовая. Сейчас она ограничивает количество бесплатных запросов, но можно зайти с другого аккаунта и расширить эту возможность. Я посмотрю сейчас вопросы, которые были в чате. Вижу, здесь много писали. Начали рассуждать про как раз-таки определение, которое дает нейросеть. Смотрите, определение, которое дает нейросеть, опять же, вы как учитель можете скорректировать. То есть, нейросеть предлагает, ученик выбирает, а вы уже с точки зрения учителя корректируете. То есть, опять же, не относитесь к нейросети как к истине в последней инстанции. Вы же учитель, как раз вы должны следить за тем, чтобы это все было корректно. Так, цензура. Смотрите, нейросеть часто ограничивает ваши запросы. То есть, если вы просите, например, написать что-то про конкретного человека или запросите какую-то информацию, которая запретна, то нейросеть вам не покажет ответ. Да, есть цензура. Кто в школе будет оплачивать нейросеть? Вот как раз здесь я привожу примеры, где вы бесплатно можете ими пользоваться и никаких проблем с оплатой нет. Так. Ну, коллеги, не надо обходить цензуры. Я думаю, это не нужно. В принципе, думаю, все вопросы, которые... Так. Мы посмотрели. Если какие-то есть, задавайте. Ну, а со мной можно связаться по вот этим QR-кодикам. Буду рада с вами держать связь. Пишите, задавайте вопросы. На этом мое выступление подходит к концу. Екатерина, Андреевна, большое спасибо. Было интересно, я бы сказал, очень темпераментно. Скажите, а сколько учителей уже у вас работает вот с этими? Или учатся у вас или взаимодействуют? С нейросетями? С вами, я имею в виду. Нейросетями тоже. Со мной ли все? Сколько уже учеников, да, так скажем. Сколько уже попробовала? Минимум человек 50 мне уже точно отписалось о своих результатах про нейросети после прошлой конференции, те, кто на курсе. И это очень интересно. Мне понравилось, особенно, когда научный руководитель моего знакомого преподавателя до конференции говорил, нет, нет, нейросети, нет, 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 нет. И после выступления такой, да, мы попробовали нейросети, нам понравилось. Для меня это самый лучший, наверное, ответ, когда человек говорит, что да, я попробовал. Мне не просто так рассказали, мне стало интересно, и действительно это вошло в обиход какой-то повседневный, потому что одно дело узнать какую-то информацию, другое применить. Когда мы начинаем что-то применять, все меняется в этой жизни. Понял. Ваша позиция ясна. Хорошо. То есть ваш ответ на вопрос, что делать? Применять, применять, пробовать, применять, конечно. Я, например, боюсь исхода, как в одном популярном фильме, где там сверхинтеллект захватил весь мир, и возможно такое когда-нибудь случится, но пока никто не мешает нам попробовать, и надеюсь, что все будет хорошо, и никакой сверхинтеллект нас не захватит. В конце концов, есть розетка. Хорошо. Ладненько. Большое спасибо, Екатерина Андреевна. Было приятно вас послушать и интересно. Тема на самом деле интересная. Сейчас у нас будет и дальше тоже про новинки, про технологии, так скажем. Хорошо, коллеги. Я думаю, что тема интересная. Мы волну, скажем так, пустили. Посмотрим, судя по тому, что обсуждается в чате, посмотрим, что пойдет дальше. На самом деле, действительно, это хороший инструмент, который можно использовать, но нужно учиться его использовать. К сожалению, на все нет времени, нет времени учителей на это все. Как говорит один мой хороший знакомый, хорошему танцору музыка не помеха. Но, как говорится, танцевать все равно надо учиться. Хорошо. Спасибо. Тогда переходим дальше к нашему пункту. Спасибо. Я с большим удовольствием передам слово Светлане Борисовне Хриптовой Елене Викторовне Викторовне Висовской. Да, добрый день. А слышно ли? Да, представители педагогического сообщества и психологического. Прошу вас. Пока слышно. Презентация, да, можете включить. А видно ли? Идет? Да. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы бы хотели вам представить результаты нашего небольшого исследования состояния у школьников, вот уже упоминавшегося и совсем не просто так, здесь сегодня базового химического понятия. Речь пойдет о понятии валентность в том самом. О том, насколько это понятие обладает у школьников, той самой своей неотъемлемой характеристикой, которая называется инструментальность. То есть, да, могут ли школьники с использованием этого понятия что-нибудь делать. Применив некоторые современные технологии цифровые, мы попытались определить, насколько дети обращаются к понятию, что называется, в новой ситуации. Детей тестировали после того, как строение атома и образование химической связи между атомами были изучены в конкретном классе, то есть, по окончании восьмого класса или в начале девятого. Детям предоставляли ссылку на ресурс, где размещены модели молекул органических веществ, и эти вещества на уроках конечно еще не проходили. И давали детям блок заданий о составе и строении этих молекул на уровне валентности. Модели были нарисованы именно так, как их принято рисовать в школьных учебниках, и ученик мог рассмотреть каждую модель на своем экране, или если он того хотел, мог поставить ее на свой стол или на ладонь в режиме дополненной реальности. Поскольку вещества для ученика были новыми, ему незнакомыми, все было подписано, а предмет диагностики был вот какой. Вот есть ли это у ученика. Опора исключительно на существенные признаки определения валентности, возможности определения валентности углерода с учетом его связывания с элементами известной и постоянной валентности с водородом, кислородом, возможность подсчета общего числа связей в молекуле с учетом валентности каждого атома. В тест были заложены различные суждения, в том числе и соответствующими такому вот непосредственному описанию картинок. Эти суждения были разложены по разным вопросам и взаимосвязаны. Если ученик глядя на картинки признавал, что местами тут есть одновалентный кислород, то тогда он далее и отвечал, что в формальдегиде есть трехвалентный углерод, у него не находилось ни одной молекулы среди представленных где бы число химических связей на всю молекулу было равно четырем, а молекулы формальдегида от стилена неизбежно у него содержали одинаковое число химических связей, то есть по три штуки каждая. Так вот, почти половина испытуемых последовательно выбирали ответы, да, вот половина испытуемых ровно так и отвечал, выбирая ответы в соответствии с наглядным представлением противоречащим понятийному. Даже здесь нельзя сказать, что, знаете, вот много детей сделало много ошибок. Наоборот, дети были абсолютно последовательны, безошибочно выбирая все или почти все заложенные провокационные предложения с тем, чтобы с этими неправильными суждениями согласиться. И только треть учеников отвечала именно в соответствии с понятийными ориентирами, то есть определяли валентность, я прошу прощения, именно все-таки как число связи атома. Верное решение подразумевало в неявном виде, в том смысле, что ученикам никто никаким образом не сообщал и не намекал, что именно они должны сделать для того, чтобы правильно ответить на вопрос. Верное решение подразумевало обращение к изученным детьми процедурам определения валентности атома в химическом соединении, то есть определение валентных возможностей атома по его строению, составление структурной формулы в соответствии с известной валентностью водорода и кислорода и сопоставление полученной модели с виртуальной, например, для проверки чертежа направленности, что тут нет ошибок. И вот мы бы хотели сказать, что опора на существенные признаки показывает нам качество понятия, полученное конкретным ребенком. если ребенок реально пользуется понятием, то он и модель рассматривает с понятийной точки зрения. То есть наоборот, они не в модели ищут свои понятия, не через модель получают новые понятия, а имея сформированное понятие, смотрят на модель с понятийной точки зрения, в том числе проводят, вот что такое чертежи, проводят понятийную реконструкцию строения незнакомой ему молекулы. Диагностика принципиально проводилась на бумаге без черновиков, чтобы нам остались все вот эти следы детских построений и рассуждений. Показательно, что дети, которые последовательно выбирали неверные ответы, которые все последовательно выбрали все наоборот, дети, которые выбирали ошибочные ответы, не оставили на листах никаких построений, никаких комментариев, ничего, кроме того, как обвели все заложенные там дистракторы в кружочек. Кстати, дети, которые не ошиблись нигде, тоже не оставили никаких построений и никаких комментариев умственного плана им хватило. А вот дети, которым все, вот это, весь этот тест дался тяжело, которые работали с большим напряжением, которые где-нибудь разок до ошиблись, например, не смогли выбрать двухвалентин или четырехвалентин углерод в ацетилене. А это, правда, непростой вопрос, и даже с привлечением правильного электронного строения атома углерода, вопрос так просто не решается. Дети оставляли картинки, дети оставляли вопрос или тезис, не могу выбрать, не получается, то ли двухвалентин, то ли четырех. Иногда без всяких комментариев было видно просто вот по связке ответов, что ученик споткнулся именно о строении ацетилена. И тем не менее, да, вот все это было все-таки понятийным рассмотрением, а не каким-либо еще. И что интересно, дети, которые ошиблись почти везде, вот если давали где-нибудь какой-нибудь комментарий, хотя бы один на всю работу, то этот комментарий был правильный. Вообще мы практически не видели неправильных комментариев. Если ребенок комментирует, то он абсолютно прав, и ровно в этом месте у него будет правильный ответ, хоть один на всю работу. Если ученик все сделал неверно и хоть в одном месте написал кислород двухвалентин, то это ровно там, где у него будет выбрано правильное описание молекулы формадегида или еще чего-нибудь. Существенным нам представляется следующий результат. Выборка детей совершенно неоднородна. Мы можем проследить результаты способа, способов обучения, выделив три категории испытуемых в школе, где учатся эти дети. Первая категория учеников это дети, которые в седьмом классе прошли пропедактический курс введения в химии. Это была химия без формул, о валентности там речь не шла ни в каком виде, но происхождение начальных химических понятий предстало в этом курсе перед учеником в его собственном предметном действии ученика. Понятие валентность формировалось в восьмом классе, тоже в собственном предметном действии в результате выполнения на уроках развернутых процедур построения моделей молебул и структурных формул. Другая категория это дети, которые преподавтику не проходили и присоединились к инновационному курсу в восьмом классе. И третья категория детей, которые учились химии в восьмом классе по типовым методикам или в той же школе, или перешли в девятый класс из других школ. Ну так вот, нам бы, конечно, очень хотелось видеть стопроцентный результат своей работы. Это вот категория детей, которая слева. Нет, стопроцентов у нас не вышло. Несколько больше половины детей, учившихся по инновационному курсу, отвечает в соответствии с понятийными ориентирами. Мы бы хотели обратить ваше внимание на то, что основной поток неверных ответов фиолетовый столбик справа. Это выдали дети, которых учили валентности, что называется, как положено. Вот сегодня уже упоминалось, что ученик в результате вполне может и не научиться. Не думаю, что учитель хоть что-нибудь утаил от того класса или от того ученика, который признался, что ничего не понял в валентности. Не думаю, что в учебнике не было написано или, как говорят, вырваны страницы, но тем не менее это вполне распространенная ситуация, что учился и не научился. Причем валентности учили всех. Вот если в какой-нибудь школе могли чего-нибудь по химии не пройти, нехватка времени у нас у всех чудовищная, то такого, чтобы не прошли валентность, этого не бывает. И как раз при изучении валентности учителя применяют весь арсенал наглядности, который только можно придумать, весь арсенал словесный, сопровождающий и поясняющий эту наглядность. Огромный арсенал упражнений, то есть не может быть, чтобы дети этому не учились. И вот мы хотели бы обратить внимание на этот результат, еще раз на фиолетовый столбик справа. Дети, которых учили именно с позиции наглядности, глядя в экран, последовательно отвечают, игнорируя сформированные казалось бы понятия. И нельзя сказать, что это дети, которые исключительно пришли на урок химии не учиться. Ровно 33% детей из третьей группы, они уже доросли до конца девятого класса, сдавали ОГЭ по химии. А из первой группы, кто дорос до девятого класса, сдали 40%, а из второй 37%. Многие из этих детей закончили девятый класс итогов аттестации именно по химии. Чтобы проверить, в какой мере вот это необращение к понятию исправляется в дальнейшем обучении, мы предложили тот же тест ученикам 10-го класса, вот той группе, которая у нас училась седьмого класса и продолжила изучение химии в десятых медицинском академическом классе, уже на углубленном уровне. Другая группа десятиклассников, мы туда объединили результаты всех детей, которые пришли в эти же классы 8-й, 9-й, 10-й из других школ, то есть на пропедевтике у нас не были, и мы предложили тот же тест студентам педагогического вуза, считая, что это чрезвычайно показательная выборка результата массового обучения. Мы, конечно, очень хотели, чтобы наши десятиклассники выдали 100% результат, нет, близко, но почти. Но мы хотели бы вам показать, что в двух других испытуемых здесь группах у десятиклассников и у студентов, получающих высшее химическое образование, с понятийным действием в отношении валентности далеко не все в порядке. О чем все это на наш взгляд говорит? Низкое качество базового предметного понятия, формируемого на ранних этапах обучения химии, может продолжать преследовать ученика и в старшей, и в высшей школе. Поддержка дидактического принципа наглядности, мощью цифровых средств обучения. Все мощи цифровых средств обучения, они тут сегодня все будут перечислены. Цифровые технологии невероятно усиливают человека в том, что именно он делает. Вот это серьезный вопрос, в чем именно усилят нас цифровые технологии. Поддержка дидактического принципа наглядности, мощи цифровых средств может способствовать возникновению и новых препятствий на формирование критичной и разумной понятийной ориентировки в базовых представлениях школьного предмета. самая критичность и разумность действия, которые бы нам всем хотелось видеть у своих учеников, она в том числе и проявляется в возможности, в способности сказать себе и другим стоп. Тут не то, что нам кажется. На самом деле здесь не так. На самом деле эта схема выглядит так. Спасибо большое. Светлана Борисовна, спасибо за интересный доклад. То есть получается, я совсем утрирую все, что скажете. Что эти технологии путают? Эти технологии усилят нас в том, что мы делаем и усилят многократно. Каждого в том, что он собирается делать. Я бы так ответила. Вот Элена Викторовна наверное еще что-нибудь сейчас добавит. Понятно. Ну что, путают нас не технологии. Путают нас дидактические приемы, методология обучения, методология химического обучения не дает той самой разумности и критичности действия, которое требуется взаимодействие, ну как вот в такой вот странной ситуации взаимодействия наглядного и понятия. Химия-то она вообще-то наука о том, что не видно. И то, что мы видим противоречит очень часто этому самому невидимому. Чтобы ученик мог разглядеть невидимое за видимым, а не просто посмотреть опыт и списать с доски уравнение реакции какой-то неизвестно откуда взявшимся. И с этим нужно специально долго и нудно работать. Ничего не добавляет никакого, к сожалению, искусственный интеллект, кроме, пока что, кроме глупостей, которые и так может студент или ученик сказать, если ничего не понимает и тем самым мышлением не обладает. У мышления, у сознательного, критичного, обобщенного мышления есть свои инструменты. Никакая наглядность, никакого отношения к этим мыслительным инструментам не имеет. Чтобы занять, ну, как вот мы сегодня слышали, чтобы занять ученика на уроке, чтобы занять учителя в свободное время, вот эти, так сказать, цифровые боты предоставляют массу возможностей. Можно сидеть до бесконечности, так сказать, щелкать по экрану, смотреть на вот эти переливающиеся картинки, так сказать, и задавать вопросы, а что тут неправильного, это потрясающий вопрос. Что тут неправильного, все правильно, все, что может, сказать, скушать ученик, все, он будет предложено этим искусственным интеллектом. Но, еще раз, да, я повторю, инструментом мышления, позволяющим отличить видимость от понятийности, да, от сущности, никакого отношения все эти вещи не имеет. И даже если мы бы сделали бы эти, как бы вместо вот этих вот моделей взяли какие-нибудь там, не знаю, сказать, ну, есть же это, ну, как, это специальный сорт моделей, да, где атомы, ну, так сказать, пластмассовые, да, слеплены друг с другом именно в реальных размерах, в реальных, ну, соотношениях размеров, в реальных длинных связей, прекрасный, это портрет, так сказать, внешний вид молекулы. И что? Химия с этими категориями нигде в школе во всяком случае не работает. Елена Викторовна? Понять не очень-то, да. Ну, послушав вас, я понял, что нам предстоит еще большой путь к осознанию в том технологии, которая есть, а у нас все сыпется новые, новые и новые. Да нет, где же на нас сыпется какая-то новая технология обучения. По-моему, все старо как нет. Там принципы наглядности Атушинского и Каменского не ушли далеко. И, как мы видим, первое, за что хватаются так называемые новые технологии. Ну, да, за вот это. незамыслительные инструменты ни в коем разе. И надо сказать, ну, я бы подчеркнула, да, что этим принципам следует специально ориентированная технология обучения, которая работает на, так сказать, потребительское отношение к урокам, потребительское отношение к знаниям, потребительское отношение к учебным предметам. Это ответ на вопрос, а что он мне даст, как это будет в жизни, а где это я такое, так сказать, посмотрю. И самое главное, да, это вот вот это вот сиюминутный интерес, да, как здорово, как красиво, ой, я провел целый урок, смотрел на картинки, это круто. Вот это вот ничего тут, по-моему, нового технология, в новых технологиях не прибавилось. Все старое как мир. Да, я чувствую, что наши дискуссии действительно, они никуда не уходят. У нас будет много еще возможностей подискутировать. Спасибо за точку зрения. Если никто не будет возражать, у нас есть просто уже ограничения по времени, я передам слово следующему докладчику. Там будет немножечко другое. спасибо, Светлана Борисовна Елена Викторовна. Я перейду к следующим нашим докладчикам. Это Демин Виктор Викторович и Батаева Елена Викторовна. Коллеги, вы с нами? Конечно, как можно иначе. замечательно. Ну вот тот самый случай, когда визуализация нам помогает. Однозначно причем помогает. Так, Елена Викторовна у нас тут. Я опять не те кнопочки нажал. Точнее, мне кнопочек уже не хватает. Так, уважаемые коллеги, с нами сейчас Демин Виктор Викторович руководитель направления образования центра НТИ по направлению виртуальной дополненной реальность на базе Дальневосточного федерального университета и Елена Викторовна Батаева, кандидат педагогических наук, преподаватель школы интеллектуал город Москва. Прошу вас, коллеги. Спасибо. Итак, коллеги, мы сегодня будем рассказывать про виртуальную реальность в химии. Мы уже много лет этим занимаемся, как любая технология, от идеи до конкретного воплощения путь не близкий, но мы постараемся рассказать, докуда мы дошли и что здесь есть. Так, спасибо Владимиру Викторовичу за представление. Я расскажу сегодня про блок, связанный с технологией, а дальше передам слово Елене Викторовне. Итак, напомню, что VR это технология, которая позволяет ощутить себя в другом пространстве и взаимодействовать с этим пространством. При этом, когда мы говорим про VR, мы понимаем, что речь идет о комбинации оборудования, то есть шлема, и программного обеспечения. Современные VR-шлемы достаточно легкие, удобные и автономные. При этом существует разное ПО, которое предоставляет разные возможности и, в принципе, проразное. Здесь важное предупреждение коллеги, если вы думаете использовать VR в своей организации или в своей повседневной практике, обязательно пробуйте перед этим, что именно вы берете и собираетесь купить. Итак, какие бывают идеи, закладываемые в ПО? Визуализация микромира и всякие взаимодействия с ним, экскурсии, демонстрации макрообъектов, а бывает виртуальный практикум. Мы сегодня расскажем про наш опыт создания виртуального практикума. То, что мы делаем, называется VR Chemistry Lab. Разрабатываем это с 2016 года и за это время продукт оброс большим числом модулей. Я не буду рассказывать про все, сделаю акцент на том, что у нас есть физико-химическая модель и мы в реальном времени считаем состав каждого сосуда. Это позволяет нам знать о нем много всего. То есть состав вещества, температуру и притом не только про сосуды. Почему это важно? Это дает нам возможность легко собирать новые задания, а во-вторых, это дает большую свободу действие пользователям. То есть в лаборатории можно переливать все из одной колбы в другую, можно делать серии смешений, можно переносить сухие вещества, все это количественно делается и так далее. Сейчас я передам слово Елене Викторовне, которая расскажет, а зачем нам это нужно. Спасибо. Вот на экране вы только что видели, как выглядит наше представление о химической лаборатории. Здесь собрана какая-то конкретная задача. Идея заключается в том, что я как раз этого начну, мы используем физико-химическую модель. соответственно использование физико-химической модели дает нам возможность предоставить школьнику, учащемуся студенту, пользователю этой системы возможность взаимодействовать с системой. Физико-химическая модель рассчитывает результаты проведения реакции. Соответственно пользователь может смешивать реагенты практически в любых соотношениях и соответственно получается вот некая песочница. Это повышает и активность учащегося и у него возникает право на ошибку. Может смешать почти в любых соотношениях, получить что-то неожиданное, переделать и не бояться, что что-то пойдет не так. С учетом не очень высоких скажем так практических навыков детей по отношению к эксперименту. Наличие права на ошибку в том числе снижает порог, психологический порог выполнения эксперимента. Очевидно, как любая технология, виртуальная реальность не дает идеальный сигнал, идеальный отклик с точки зрения визуалов. Да, он не идеально соответствует реальному эксперименту, но я, наверное, сейчас скажу такую очень крамольную вещь. Это, наверное, не настолько важно, как умение планировать эксперимент и обрабатывать и осмыслять результаты. Да, виртуальная реальность, наша виртуальная лаборатория, как и все остальные, не идеальна с точки зрения визуала. Но мы концентрируемся именно на интеллектуальных умениях. Очевидно, что все эти лаборатории дают еще одну возможность, это проведение тех экспериментов, которые нельзя провести в реальности, с ртутью, с чем-то таким, что трудно утилизировать и не хочется давать школьникам в руки. соответственно и типы задач самые интересные с точки зрения реализации виртуальной реальности это поисковые, классификационные и чуть менее интересные это ознакомительные. Обычно мы рассказываем как раз классификационные задачи и поисковые. И вот пример реальной поисковой работы формулируется на так выданных вам бутылках с номерами находится вода и растворы сульфата сульфита и сульфида натрия. Проведите реакции, позволяющие однозначно установить состав раствора. Школьник видит эту задачу на планшете, которую можно взять в руки. Я просто написала, потому что у нас нет интерактива. И вы уже как химики сейчас видите, что у этой задачи очевидно более чем одно решение. Разные пользователи предложат разные решения. Начинающие пользователи не смогут предложить решения, например, забыли, как сульфид реагирует с перманганатом. У них есть возможность посмотреть, взять сульфид с полки, взять перманганат с полки и посмотреть при разных PH. Система посчитает, мы увидим результаты. Соответственно, разные пользователи, разные решения, возможность реализовать многовариантный поисковый эксперимент. У разных пользователей могут быть еще и разные задачи. Я вернусь к мысли, что виртуальная реальность не равно лабораторная практика. И вот как иллюстрация это моделирование эксперимента. Мы в лаборатории обычно используем для анализа что находится в газовой фазе индикаторной бумажки. Согласитесь, странно в виртуальную реальность нести те же самые механические модели. Очень тяжело взять рукой бумажку, внести в колбу, да и не надо, наверное. Современная химическая реальность так не работает. И вот такой пример модели газоанализатора. Проба с метиловым оранжевым показывает изменение окраски и главное что делает школьник он проводит анализ изменения окраски следовательно кислотная среда. Перманганат обесцвечивается. Опять мыслительная операция изменения окраски восстановительная среда. Здесь я повторю эту мысль что самое важное в нашем эксперименте это планирование и осмысление результата от сохранения нашей главной идеи. Использование VR может быть как в виде фронтальной работы выдать одинаковую работу всем участникам, но новые технологии позволяют выдать индивидуальные варианты, то есть в разных номерах разные растворы или вообще разные задачи. кому-то различение серосодержащих кислот, солей серосодержащих кислот, кому-то различение нитратов и фосфатов. Еще большая степень индивидуализации это подготовка совсем индивидуальных участников. Я обращаю внимание на нашу главную боль. У нас есть дети с аллергиями и вот наши аллергии индивидуальные особенности здоровья. Виртуальная реальность позволяет решать такие проблемы. Как любая индивидуализация это дети готовящиеся к олимпиадам, дети на семейном обучении и так далее. А вот пример как может выглядеть работа в группе. Это наш последний весенний пилот. В школе интеллектуал мы проводили работы с учениками 8, 9, 11 класса. Здесь очевидно так как дети работают в очках они занимают всю парту. Класс приходится делить пополам чтобы школьники размахивая руками просто не побили друг друга манипуляторами. Но вторая группа в это время занимается например самостоятельной работой и потом группы меняются. то есть фронтальную работу тоже можно организовать. Да надо купить сколько-то очков но как любые новые технологии требуется некое финансовое вложение. Мы предлагали разные работы 8, 9 и 11 классу. Это работы кислотно основных свойств оксидов на классификацию окислительно восстановительное работы реакции на примере электрохимического ряда и работа с галогенами. Смотрели основную мотивацию. Можно сказать что за счет повышения появления права на ошибку у нас в базовых группах повысилась мотивация. Да в группах занимающихся экспериментом в предпрофильных группах в профильных группах это энтузиазма не вызывает. Да не вызывает. Успешность сложно сравнивать потому что мы обычно оцениваем успешность выполнения работы как раз по этой составляющей по осмыслению эксперимента. а так как мы огромное внимание уделяем на осмысление эксперимента то с этой точки зрения успешность у нас повысилась но сложно было бы ожидать если бы она не повысилась. Вот собственно наше заключение пора заканчивать. Мы уделяем максимальное внимание с точки зрения эксперимента интеллектуальным умениям. Собственно это позволяет говорить и о метапредметных результатах обучения это вот отсылка к ГОСу и всему этому. Мотивация повышается больше всего в базовых группах за счет появления права на ошибку. Но очевидно что все становится удобнее доступнее легче в работе и следующий шаг в которую мы хотим двигаться это продолжение исследования эффективности насколько эффективно использовать VR в обучении химии. Владимир Викторович тут много вопросов в чате на них отвечать? Сейчас секундочку так отвечайте конечно ну вот я вижу снизу поэтому пойду снизу но совсем уж все не надо но самое интересное с точки зрения меня проще провести реальный химический опыт они будут дешевле и доступны проще вот смотрите я всячески за химический эксперимент и вирту работа в виртуальной реальности не должна отрицать и заменять реальный эксперимент но в некоторых случаях это проще сделать быстрее это раз второе любимая тема аллергики и семейное обучение третье это у вас большой класс и вы не можете в классе 30 человек провести поисковую работу раздать всем разные варианты и провести фактически проверочную работу вот мы не замена мы дополнительная тренировка это вот это я даже спорить не хочу собственно вот мне честно говоря непонятно почему противопоставление на виртуальной реальности и датчиков датчики это как раз реальный эксперимент измерение PH температуры и так далее то есть вот вопрос про состояние здоровья при подобной работе сейчас Викторая дополнит мы проводили это на реальном на реальных классах во-первых работать в VR занимает 20-25 минут сейчас виртуальная реальность уже лет пять назад до тошнила сейчас уже не тошнит вот так давайте я возьму скопом все вопросы про кто финансирует и прочее и так деньги на закупку оборудования приходят школы по разным каналам это могут быть федеральные деньги это могут быть какие-то региональные гранты которые тоже на самом деле финансируются из федерального бюджета не суть они бывают разные в в общем и целом чаще всего школы сама принимает решение о закупке того или нового оборудования часто при этом не советуются с учителями просто по каким-то там внутренне внутришкольным особенностям процессов часто получается плохо тем не менее возможность купить оборудование сейчас есть если вы хотите пожалуйста обязательно участвуйте в этом если вы не будете принимать участие в процессе закупки закупят странное про всякое ну всякие вопросы связанные с особенно с влиянием на здоровье я дополню Елена Викторовна это оборудование которое так или иначе сертифицировано для использования в школах так или иначе на это все довольно много людей смотрело и это не наша задача определять возможность там правомерность использования VR в школах если VR в школу поставляется десятками тысяч единиц то видимо это не к нам вопрос правда тем не менее VR рекомендован для использования детям от 13 лет то есть мы говорим просить мой класс и дальше так можно я тоже вопрос есть есть определенные правила которые регламентируют например СанПин регламентируют размер экрана мобильных устройств которые можно использовать сейчас для образования причем высшее и среднее и общего образования то есть мобильные телефоны по факту ну в смысле юридически использовать нельзя а вот что касается шлемов виртуальной реальности что-то там как-то они перечислены не были то есть они просто между строк да шлемы виртуальной реальности не запрещены они не экранные средства обучения а вот так понятно то есть это серая зона ну там есть сертификаты там есть исследования ну как бы у нас будет выступать сейчас еще один человек который работает с этим может быть он нам немножко может быть просветит ну с точки зрения химика мы же не занимаемся вопросом вот мышь доска висит она как сертифицирована же ну так и это сертифицированное оборудование да Елена Викторовна давайте скажем спасибо и дадим слово Виктору следующему коллеге мы как раз вот я еще только добавлю вот что последние два года у нас проходило два как же это называется акселератора да посвященному использованию виртуальной реальности в образовании и хочу сказать что некоторые учителя их единицы но они все-таки включились в этот процесс и хочу сказать что техни действительно технология очень непростая и если чтобы получился хороший результат конечно нужно определенные условия методическая поддержка и так далее вот здесь говорят про эффективность это конечно такой вопрос вечный когда-то говорили про эффективность использования компьютеров 30 лет назад да сейчас виртуальной реальности посмотрим по времени конечно это будет использоваться там где это критически необходимо либо ну либо мы посмотрим как пойдет так а сейчас спасибо коллеги я передаю слово представителю межфакультетственного центра МГУ математическое программное обеспечение технологии виртуальной смешанной реальности чертополоху Виктору Александровичу Виктору Александровичу прошу вас спасибо Владимир Викторович тут я наверное начну с продолжения дискуссии потому что возник вот этот вот вечный вопрос виртуальная реальность насколько безопасна вообще насколько этим можно пользоваться насколько она замещает и правильные навыки дает вот с позиции что виртуальная реальность технологии на самом же деле виртуальная реальность технология достаточно старая и давно применяется в авиации и в космонавтике просто несколько в других вариантах а именно это все-таки экранные системы это большие авиационные тренажеры но там были все те же самые вопросы вопросы ложных навыков вопросы эффективности проблемы связанные с переучиванием если тренажер недостаточно адекватно имитирует полет самолет и вот как раз тоже было правильное замечание и мотивацию и на самом деле необходимость технологии виртуальной реальности она больше для начинающих для начального уровня а не для углубленного именно потому что реальный эксперимент виртуальная реальность по крайней мере сейчас ну и в дальнейшем тоже очевидно не заменит просто этот уровень может немножко сдвигаться дальше и как раз здесь важно чтобы вот этот вот начальный уровень он не противоречил эксперименту чтобы обучали не обучали некоторым дополнительным важным навыкам а не замещали сам эксперимент ну вот собственно коллеги про это очень хорошо рассказали и в целом чтобы технология использовалась как некоторый наглядный демонстратор и некоторая скажем так методическое методически дополнительный инструментарь все равно решение должен принимать учитель и здесь кстати можно сказать что в отличие от искусственного интеллекта от нейронных сетей виртуальная реальность пока не вошла в проблему роста то есть нету такого что виртуальная реальность везде в отличие от скажем там чат гпт и так далее и поэтому пока что учителя еще могут достаточно ну на вот этом этапе понять разобраться и вовремя правильно использовать технологии вопрос как это делать учитывая то что контента непосредственно по химии достаточно мало есть коллеги есть еще ну вот коллеги со стемгеймс есть контент различные демонстраторы там на микроуровне в частности то что в московском университете делается и в принципе все то есть контента очень мало как с этим обходиться при том что виртуальная реальность ну вроде как появилась компактные системы в виде шлемов они распространяются их достаточно много разных вариантов и в целом все прогнозируют что виртуальная реальность образования будет внедряться будет расширяться применение и так далее и так далее ответ такой можно смотреть на соседние и смежные области собственно по крайней мере так мы начали это делать в московском университете и вот в частности таким образом сформировался межфакультетский центр в московском университете когда математики фимики историки психологи которые так или иначе по отдельности занимались тематикой виртуальной реальности объединились и стали друг друга взаимодополнять вот вот кстати читаю вопрос по поводу борьбы с клаустрофобией как человек себя чувствует боящийся соответственно замкнутых пространств в системах виртуальной реальности ну здесь надо ответить что в виртуальной реальности можно отобразить достаточно широкие пространства если человек переходит преодолевает вот этот вот начальный этап надевания шлема то дальше достаточно хорошо адаптируется но специализированные исследования были на эту тему за рубежом вот их можно почитать то есть это не сильно большая проблема так вот собственно основная идея чему я хотел бы призвать это смотреть на соседние области смотреть на вир контент брать шлем и попробовать ну что базовые принципы работы виртуальной реальности все одинаковые пока что то есть условно для любого контента делается по большей части управление с джойстиком реже с помощью рук варианты перемещений например у вас же ограниченная комната вы в реальности сидите на стуле либо стоите на площади полтора на полтора метра виртуальной реальности иногда вам нужно перемещаться по большим пространствам как это можно делать ну например с помощью телепорта и для всех разработчиков и тех кто пользуется виртуальной реальностью телепорт внутри виртуальной среды это нечто очевидное а люди которые первый раз пробуют не сразу могут освоиться вообще не понимают как там перемещаться и вот такие вот ключевые моменты их можно подчеркнуть подчеркнуть у соседей ну вот в частности некоторый пример такого проекта который делали историки совместно с химиками это в 2019 году делали а именно реконструкция кабинета Менделеева который на самом деле есть в Санкт-Петербурге для 150-летия периодического закона для года празднования 150-летия периодического закона и там помимо реконструкции кабинета были еще показаны некоторые простейшие опыты это ездило по миру на это смотрели и тем самым задача была популяризовать технологию и вот оказалось что такой демонстратор собранный в целом историками в первую очередь оказался еще и полезен для учителей химии которые на это смотрят понимают как с VR работать в частности проводили несколько мероприятий где после этого обращались и о чем вот Владимир Викторович говорил некоторые контактируют до сих пор тоже достаточно активно что еще собственно какая основная проблема сейчас это проблема именно в отсутствии контента да ее можно частично решать скажем так наблюдая соседними областями и готовясь к появлению контента но контент сам себя не произведет поэтому нужны люди с одной стороны компетентные в предметной области в данном случае в химии а точнее в конкретном разделе а с другой стороны команды которые готовы заниматься подобной разработкой и проблема в том что команды зачастую не понимают что нужно делать вот коллеги опять же из Time Games проделали огромнейшую работу именно в том числе формируя сам запрос формируя понимание что требуется для уроков химии и если мы говорим про смежные области ну вот то есть зачастую нет нет понимания как с этим работать но потребности опять же и понимание учителей тоже не возник не возникает пока они не посмотрят сами не разберутся а что VR может поскольку зачастую возникают очень нереалистичные фантазии связанные с тем ну вот какие-нибудь придумки что-то делать очень тонкой руками вот вопрос пример тоже хороший был про лакомцевую бумажку которую проще вообще-то заменить на газоанализатор это значит надо смотреть на контент это значит надо обучаться надо повышать квалификацию ну вот в частности в Московском университете мы и магистратуру по тематике виртуальной реальности открыли но это больше в авиакосмическую отрасль и курсы дополнительного образования также открываем наконец вот прекраснейшее мероприятие летняя школа для учителей химии где вот такие вот круглые столы отдельные лекции они тоже очень хорошо позволяют разобраться как это работает но без некоторого очного присутствия без того чтобы попробовать системы виртуальной реальности все равно не обойтись поэтому мой совет всем кто заинтересован в этой тематике все-таки доберитесь хотя бы до ближайшего торгового центра где виртуальную реальность выставляют и попробуйте это самостоятельно тогда станет более-менее понятно что это такое но прежде чем скажем так разочаровываться потому что сразу очень часто контент который показывают в торговом центре он недостаточно качественный на нем может укачать и так далее вы поймите главное базовые принципы управления работы с этим сохраняться качество картинки качество синхронизации качество самого контента со временем будет увеличиваться точно так же как раньше в каком-нибудь 2005 году смартфонами невозможно было пользоваться они были очень неудобные КПК сейчас все пользуются смартфонами то же самое будет с VR-шлемами поэтому разобравшись как это работает вы уже сможете думать о том как это применять и быть готовыми к моменту когда это станет действительно массовым действительно удобно на этом наверное все сейчас посмотрю по вопросам если есть проблемы со зрением в очках тоже можно пользоваться да большинство современных систем виртуальной реальности позволяют небольшие очки погрузить внутрь шлема и это работает либо есть настройка диоптрии в самом шлеме есть ли специальные программы для детей с дислексией что-то слышал но кстати сам не видел то есть это лучше лучше поискать лучше поискать в гугле потому что в принципе тренировка речевая виртуальной реальности некоторые проводят но сейчас про контент не отвечу как будет организовано обучение учителей на это нужно время ну да поэтому курсы дополнительного курсы повышения квалификации серии курсов мы в московском университете такую серию курсов сейчас готовим в прошлом году вышла первая но она больше по космической тематике в этом планируется по социогуманитарным и дальше дальше будет тоже развиваться так ну наверное все коллеги Виктор Александрович большое спасибо то есть ваш ответ на вопрос что делать смотреть смотреть изучать и смотреть по сторонам да смотреть на соседей вы знаете есть такая школа по VR для поиспользованию VR в образовании Виктор Александрович наверное мне подскажет да как она называется там достаточно много разных преподавателей участвует сейчас я наверное не вспомню ее Варвин да это не школа это специальная система да коллеги сделали надстройку достаточно удобную над графическими движками которая позволяет из блоков достаточно просто собирать контент вот но достаточно простой контент то есть там где есть четкая последовательность действий например ну вот обучаем электрика он знает что нужно это здесь посмотреть это отсоединить это поменять это присоединить вот тогда Варвин подходит для химии для экспериментов все-таки вот то что у коллег с темгейм зачастую лучше подходит именно потому что математическая есть модель точнее химическая модель вот да прошу прощения нет слово для эксперимента химического лучше подходит меня уже напрягает этот термин честно говоря но что есть да я понимаю как обсуждали да то же самое что нельзя обучиться управлению самолета только на тренажере нужна летная практика и это большая проблема до сих пор большая проблема Виктор Александрович у вас проскочил такой термин ложный навык я думаю что далеко не все присутствующие точно знают что это такое вот буквально в двух-трех словах объясните пожалуйста это ситуация когда как раз придется переучиваться например на тренажере динамика ну или сам процесс он не такой же как в реальности есть некоторое небольшое но важное отличие человек к этому привыкает потом сталкивается с реальностью оказывается что он не может свои полученные навыки в реальности применять поэтому приходится переучиваться и вот такие ложные навыки это как раз большая-большая беда авиационной отрасли ну а сейчас становится большой бедой и всех остальных областей куда виртуальную реальность внедряют и бороться сложными навыками можно только либо моделируя точнее либо не обучая не закрепляя то что неправильно или не совсем правильно и для этого как раз нужен в авиации инструктор а здесь у нас учитель без этого не обойтись вот тут я думаю многие учителя с вами согласятся да и преподаватели вузов тоже что переучивать ученика существенно сложнее чем его учить потому что конечно сформированы уже определенные понятия и навыки это те гвозди еще которые очень сильно мешают хочу сказать спасибо всем сегодня участникам круглого стола хочу сказать что процесс образования процесс обучения он как бы остается вечным да с точки зрения целеполагания наверное да и результата а исторически все меняется когда-то учились с помощью одних средств потом других технических средств теперь видите у нас много технологий которых мы здесь которые мы здесь обсуждаем смотрим и даже спорим но честно говоря очень приятно что сообщество учителей преподавателей это как правило очень активное сообщество люди очень активны которые привыкли решать достаточно сложные задачи причем в реальном времени причем задачи связанные с обучением другого человека и когда мы так собираемся это очень правильно и очень здорово особенно если мы будем объединять свои усилия в решении этих задач пусть мы обсуждаем новые технологии пусть мы обсуждаем задачи или что-то еще из области преподавания но именно объединяя наши усилия в этом пусть в спорах пусть зачастую не очень примиримых спорах мы в общем-то создаем достаточно новые подходы и это дает результат это может дать результат даже не тем кто спорит а тем кто слушает тех кто спорит поэтому еще раз спасибо всех кто сегодня присутствовал сегодняшний день подошел к концу уважаемые коллеги так что всем спасибо и до завтра до свидания Продолжение следует...